Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и сегодня мы вместе с вами рассмотрим воскресное евангельское чтение, посвященное чудесному улову рыбы, призванию первых учеников, и, конечно, вот великое скрывается в малом, как, допустим, слитки золота где-то там в недрах земли, или как вот находят в неприглядных каких-нибудь раковинах жемчужины, то есть там, где не ожидали, и вот так мы можем в евангельском, вроде бы, простом повествовании увидеть удивительные вещи, то ту духовную драгоценность, духовные жемчужины, которые там сокрыты, хотя текст, вроде бы, совершенно простой. «Однажды, когда народ теснился к нему, то есть к Спасителю, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере». И вот мы сразу видим, что Спаситель проповедует, проповедует Слово Божие, а народ теснится к нему, потому что люди всегда тянутся туда, где тепло, не только физическое тепло, а где духовное тепло. И поэтому люди всегда вот улавливают благодатное Слово, улавливают, что это вот именно сердечная искренность, что здесь чистота души, что здесь нет вот наших таких греховных страстей, которые изнутри нас изъедают, и поэтому напрасно думать, что мысли никто не замечает. Мысли не замечают, но мысли проявляют себя все равно в какой-то мимике, в каких-то словах, поступках, в интонации речи. Поэтому то, что ты хранишь внутри своего сердца, это непременно будет действовать на других людей, и их реакция будет соответственной. А вот Спаситель, душа которого была абсолютно чиста, и он как сам источал благодать Святого Духа, и это не просто благодать, а это любовь, благодатная любовь к людям, тепло его сердце, то поэтому народ и теснился к нему. И все хотели слышать его Слово, Слово от Духа Святого, и вот он стоял у озера Генесарецкого, да, то есть простая такая для того времени, в общем-то, среда, в которой находились люди, и он увидел две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Мы сейчас скажем, кто же были эти рыболовы или рыбаки, и вот они, почему вымывают сети? Потому что они трудились до этого, трудились всю ночь, тоже сейчас скажем, и после этого нужно было промывать сети, чинить их, где-то там могли быть надрывы, все это надо было устранять, чтобы сети пригодны были, и то есть эти люди пребывали в работе. И вот я сразу скажу, еще даже не читая дальше, то есть Господь не являет себя бездельником. Если ты ленивый человек, вот ты сидишь где-нибудь на диване, все время там перед телевизором, непонятно где, гуляешь своим умом, и спрашиваешь, а почему же вот Бог, вот где Он там, почему Он не являет себя мне, да? То есть если ты бездельник, то не жди, что Господь явит тебе себя. Господь являет себя людям трудолюбивым, и в духовном смысле трудолюбивым, и в простом земном смысле. И вот эти рыбаки, они трудились, они не были бездельниками. И вот к ним-то Спаситель как раз и идет, к этим усердным работающим людям. Войдя в одну лодку, которой была Симонова, то есть апостола Петра, будущего апостола, он, Господь, просил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. А что здесь за ситуация? Вот надо понимать, Спаситель находился на берегу, народ со всей стороны окружает его, теснит, и люди так вот к нему стремились, что они могли просто вытолкнуть Спасителя в море. И тогда какая проповедь? Чтобы проповедовать дальше, нужно было немножко так отделиться. Вот Спаситель обращается к Симону, заходит в лодку, и они чуть-чуть отплывают, и тогда уже Спаситель из лодки со словом обращается к людям, находящимся на берегу. Вот, кстати, есть даже такая закономерность, что ведь от воды лучше отражается звук, и получается, что речь тогда лучше даже воспринималась. Спаситель учит народ, но, конечно, не записана вот эта его первая проповедь, но, собственно, о чем учил Спаситель? А ведь это все изложено в целом в Евангелии, то есть дух евангельского повествования нам известен, и Спаситель всему тому же и учил людей, учил тайнам Царства Божия. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». То есть Спаситель вдруг неожиданно обращается к Симону, только-только вот проповедовал, и вдруг говорит, что еще никто его не спрашивал, никто о Спасителе не говорил, что там не было у нас улова рыбы. То есть Спаситель, он сразу все видит, то есть это абсолютная прозорливость. Он все видит, видит, что было, как они трудились, ничего не поймали, видит их мысли, их досаду рыболовов этих, и говорит, что отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И тут надо понимать, что, конечно, апостолы, вот скоро они будут уже апостолы, они ведь были профессиональные рыбаки. Вообще для того времени рыбалка – это не развлечение, это не просто вот форма досуга, вот как сейчас некоторые выезжают на рыбалку, ну это тоже хорошо, но тогда это была возможность содержать семью. Иногда единственная возможность, потому что жизнь была намного более трудная, не такая комфортабельная, тяжело было найти какую-то оплачиваемую работу, и нужно было добывать хлеб насущный, а как, вот дано вот это Галилейское море, или Генесарецкое, или Тивериадское, еще его называют. И там вода очень чистая, там много рыбы, но там были свои особенности. То есть, во-первых, это озеро, или его море называют Галилейское, оно ниже на 12 метров общего уровня моря, и поэтому там часто бывают такие ветры сильные, бури. И бывает так, что сначала вроде бы штиль, а потом подымаются волны, и могут захлёстывать даже лодки. И вот Симон, как и другие его сподвижники, они были профессиональные рыбаки. Почему ночью? Потому что ночью рыба, она вот выше подымается, легче ее поймать, тишина, никто не мешает. Но если всю ночь, когда легче поймать, ничего не поймали, то какой смысл сейчас закидывать? То есть, Симон, он прекрасно понимал, что если даже ночью не поймали, то теперь при свете дня бессмысленно что-либо ловить и пытаться закидывать сети. Но при этом он говорит, по слову твоему, закину сеть. То есть, он проявляет послушание и доверие. И вот это очень важно. Даже когда кажется, что ситуация совершенно безнадежна и безысходна, ты доверься Богу, ты послушайся Господа, и Господь тебя не оставит. Вот вспоминаю из жития матушки Сепфоры, это вот Клыково, или Клыково, недалеко от Оптиной пустыни, схемонахини Сепфора, которая очень благочестивый, такой святой образ жизни, прожила более ста лет. И когда вот она там уже именно в Клыково жила, то стали вот они, те, кто приехали, игумен Михаил и прочие, восстанавливать храм. И вот отец Михаил рассказывал, что зимой примерзли железобетонные плиты огромные, как бы вмерзли в землю. И как ни пытались, там тянули кранами, костры жгли и отогревали, ничего не получалось. Ну вот он приходит к матушке и говорит, что не получается, вот там примерзли эти плиты. Она говорит, ну ты пойди кипяточком плесни, и может получиться. То есть как бы она, понятно, что когда он к ней пришел, она просто начала молиться, да, но я сказал, что вот ты вот так вот выполни, то есть как бы просто ради послушания. Но он думает, ну там же мы костры жгли, отогревали, там мы тянули кранами, а тут вдруг там плеснуть кипяточком чуть-чуть, чем это поможет. Ну ради послушания он решил исполнить, пошел, плеснул, и после этого действительно эти блоки железобетона, они стали отходить от замерзшей земли. То есть вот что значит послушание и доверие Богу. Ну понятно, что там именно присутствовал святой человек, матушка Сепфора, которая молилась Господу, и именно по молитве ее это совершилось, но нужно было и послушание. А вот здесь какая ситуация? Здесь присутствует святой святых, сам Господь Иисус Христос. Но чтобы чудо состоялось, тоже нужно некое послушание. И вот Симон, который еще, конечно, не был совершен, и у него еще веры-то в общем-то нет, то есть он говорит, что конечно же это все бессмысленно, закидывать сеть, понятно, что ничего не поймаем, но по слову твоему, ладно, закину сеть. Кстати, это сеть, это вот там было два вида сетей, закидные сети, и потом трал, трал, то есть соединенные из трех сетей, когда вот одна часть, она погружается в воду, другая часть этой сети еще в лодке, и вот, когда плывут, то получается, что там как бы такая, как в трубу вот эта сеть, она растягивается, и как петля, и туда получается, как бы она много рыбы может захватить. Но вот сколько они до этого не трудились, не получалось, а теперь он доверяется слову спасителя, и что же происходит? Вот они закидывают эти сети, и сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. То есть, то вот просто контраст яркий, вообще ноль ни одной рыбешки, и вдруг не просто попалось что-то, а невероятное множество, такое изобилие, что они тянут, тянут с трудом, и даже сети уже трещат, вот кажется, прорвутся сети. Кстати, вот эти их лодки были найдены тоже путем археологических изысканий. Что представляли собой эти лодки? Это были они не такие уж маленькие, и нашли как-то среди ила археологи вот этого генесаретского озера лодку такую, она в Иле сохранилась, в длину 7 метров, в ширину 2 метра, то есть достаточно она была широкая, вместимая, и начинают они вытаскивать, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. То есть вот когда столько много рыбы стали выкладывать в лодку, потом во второй, и лодки от тяжести начинают погружаться вниз, ну понятно, что у Господа все рассчитано, то есть они не могли утонуть, но так погрузили, что кажется вот еще немножко, вот там в бок чуть-чуть, и уже начнут зачерпывать краями лодки воду, и тогда уже пойдут ко дну. Но смысл-то в чем? В том, что когда нужно, Господь, Он даст просто вот при изобилии. И здесь что открывается? То, что Спаситель, Он и есть владыка, подлинный владыка над нашим миром, потому что Он творец этого мира. Как и Отец, как и Святой Дух, Он Сын Божий воплотившийся, поэтому Он тоже сотворил нашу удивительную природу, и этих самых рыб сотворил, и эту воду сотворил, поэтому Его по велению слушаются рыбы. И изобилие, потому что у Бога все в изобилии, у Него не бывает недостатка. Если надо, Он может подать, просто вот через край будет тебе все вот идти, если это полезно, конечно. То есть, если ты с Богом, у тебя все будет, все, что тебе нужно, и чтобы, конечно, не во вред твоей душе. Итак, вот наполняют они обе лодки, так что кажется, что они сейчас начнут тонуть. И Симон, он ведь не ожидал такого чуда, что, ну да, может быть, могли бы поймать там сколько-то, но чтобы вот столько, это просто поражало их сознание, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он не понимал, что произносит. Вот помните, впоследствии, как на горе Преображения, на Фаворе, когда тоже такое неизреченное чудо, преображение Спасителя являются пророки. Моисей или Я вот во славе беседуют, и Петр тоже в порыве таком душевном говорит, «Господи, давай вот сделаем три кущи, то есть три палатки, ну как бы чтобы вы остались здесь, чтобы нам подольше быть при сиянии этого нетварного божественного света». То есть он не понимал, что говорил, и тоже, ну, по сути, что он говорит? Говорит, «Выйди от меня, Господи, а куда выходить? Вы же заплыли-то на глубину. А куда выходить? То есть ты, Господи, выйди, и вот иди по воде». Но Спаситель еще не демонстрировал такое чудо, чтобы вот он шел по воде, а порыв души Симона такой, что вот я, Господи, не достоин, чтобы ты находился рядом со мной. То есть такое чудо, то есть Спаситель не просто человек, не просто пророк, да, а тот, кто имеет власть над нашим миром, то есть божественную власть. И поэтому я не достоин, как бы выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный, потому что я человек грешный. Да, впоследствии, кстати, если вспомним, было два таких чудесных улова рыбы, то есть второй раз уже после воскресения. Там будет обратная ситуация, потому что Симон уже смирится, тут он говорит, я недостойный, поэтому ты, Господи, выйди от меня. Ну, как бы, а куда? Повторяю, что там по воде идти Спасителю. Вот. А там как раз, когда уже после воскресения Спаситель, когда они ловят рыбу, те 153 рыбы они поймали, и апостол Иоанн, когда им тоже Спаситель говорит, что вот закиньте там сети по правой стороны, вот они поймали 153, Иоанн говорит, это Господь, то там уже обратная ситуация, что Симон не говорит, что выйдет или там чего, а он сам выпрыгивает скорее за борт этой лодки, чтобы поскорее приплыть к Спасителю. То есть он не удалится от величия этого чуда, а наоборот, навстречу к Спасителю, осознавая свое недостоинство, то, что он предал, ну как предал, он просто не собирался предавать, а думал, что немножко там утаить, как бы, как некий вот такой разведчик, прокравшись в стан врага. Но исповедничество у него не получилось, и поэтому он понимает свое недостоинство, и вот он хотел поскорее вот к Спасителю. Он сам как бы вышел из этой лодки, выпрыгнул, и поскорее ко Господу поплыл. А здесь он еще не научен вот этим жизненным опытом, но все равно уже выражает потрясение такой своей души от этого чуда, от того, что некто, некто с большой буквы, необычный находится рядом, и чудотворную такую силу являет. Поэтому произносит, что вот я человек грешный, не могу рядом с тобой, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. То есть тут, конечно, такой священный страх, когда соприкасаешься с чем-то неземным, с чем-то непривычным, что действительно вот приводит я в какой-то священный трепет, и что дальше-то? Да, не только, значит, его также и охватил страх бывших с ним, кто и кого именно, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. Ну, вероятно, присутствовал также апостол Андрей, брат Симона, и тут мы видим Иаков, и брат Иакова, Иоанн Богослов, которые на соседней лодке были. И они все вместе вот дружили, как товарищи вместе выходили на рыбную ловлю, и теперь вот что-то такое потрясающее. А для чего это? Ведь они даже не просили о чуде, они не жаловались на то, что у них неудачный был улов, ночной улов рыбы. А спаситель, значит, для чего ты это делаешь? То есть это некое обращение к ним. И вот это обращение совершается. «И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков». То есть евангельские сети, то есть проповедь Евангелия, она как вот в сети будет уловлять душу людей, чтобы привлекать для Царства Божия, то есть чтобы ко Христу. И вот это вот изобилие рыб, оно что означает? То, что они станут апостолами, учениками Христовыми, потом другие. И вот все эти евангельские проповеди будут уловлять народы и в таком изобилии, что не будет вот скудости среди людей, то есть со всех народов. Вот вспоминаю, как святой Иоанн Златоуст, это же 4 век, да, конец 4 века, или вот святой Кирилл Иерусалимский, тоже 4 век, и как они описывают, что вот уже все народы, а ведь Константин-то Великий не и так давно объявил христианство государственной религией, и уже и север, и юг, и запад, восток везде обращались ко Христу, и вот они описывают, что и готы, и скифы, и там на юге в африканских странах эфиопы, и там германские народы, там какие-нибудь, и галлы, ну это французы, конечно, галлы, вот, и прочие, и прочие, и там в Испании и так далее, и везде много обратившихся, то есть евангельская проповедь, она как вот эти сети, уловляет народы, уловляет людей, их множество, их такое множество, что даже невозможно все это перечислить, вот что означало это чудо, как бы призвание учеников, и некое свидетельство того, что многие через апостольскую проповедь, преизобильно многие, будут обращены ко Христу, и вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним, как только совершилось призвание, тут же и отклик, они все оставляют, кстати, недавно-то они уже встречались со Христом, они же были ученики Иоанна Крестителя, и Иоанн Креститель говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и уже общались, там кто мы помним, апостол Андрей первозванный, уже потом он приводит Симона, потом Иоанн Богослов, Нафанайл, Филипп, да, то есть первая такая встреча некоторых учеников, но тогда Спаситель еще их не призывал, и они вернулись к своей рыбной ловле, а тут уже, столкнувшись вот этим необычным, превосходящим простое разумение чудом, они оставили все, и что вот еще интересно, ведь вот это при изобилии рыб две крупные лодки, полностью доверху наполненные, если это продать, это была немалая сумма, вот представьте себе, да, какого-нибудь рыбаку, который с трудом трудится, и вдруг раз ему, две полные там ладьи такие с рыбой, то есть это было еще в плане финансовом, экономически очень выгодное приобретение, но они оставляют все это, и им уже финансы не интересны, и следуют за Христом Спасителем, вот это тоже важно, то есть, что, конечно, Спаситель иногда подает такие чудеса нам, когда вдруг неожиданно приходит и какая-то материальная помощь, но эта помощь, она является определенным символом на самом деле, того, что у Господа в духовном смысле намного больше даров, поэтому, если Господь помог тебе в материальном, подал какое-то, ну, телесное там исцеление, или какие-то средства вдруг неожиданно, которых не хватало, то Господь все равно через это призывает тебя к другому, к духовным благодатным сокровищам, которых у него в преизобильном множестве, поэтому ты не возвращаешься вот к этим рыбам, да, которые в этих лодках, вот как апостолы, они вытащили обе лодки на берег, но они оставили их и последовали за Христом. Вот это самое главное, что рыбаки правильно отнеслись к этому чуду, и с этого-то и начинается их апостольство, с этого начинается их ученичество, Христу Спасителю, да и Господь нам тоже быть рассудительными, когда мы встречаем какие-то вот милости Божие, вот бывает так, что человек получит даже исцеление, и потом продолжает жить своей прежней какой-то греховной жизнью, вот как один из, в потеряках отцов, преподобный Исаак, по-моему, Ава Исаак, не Исаак Сирин, а другой Ава Исаак, он говорил, что тело ищет здравия, чтобы душа удалилась от Бога, да, то есть мы все время печемся о каком-то внешнем комфорте, о том, чтобы получить телесное выздоровление, получить какие-то деньги, приобретение, на этом успокоиться и забыть про Христа, а нужно как апостола, даже если тебе что-то дано, ты забудь про эти рыбы, да, про это вот состояние, оставь все это, душой не привязываясь, и следуй за Христом Спасителем. Вот дай нам Господь всем здравомыслия, рассудительности, и чтобы мы всецело сердцем своим и умом своим следовали за Господом. Храни вас, Боже, с воскресным днем, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!